Ну что, друзья, я вновь в открытии брокера, и сегодня очередной семинар будут представлять новые продукты для инвестирования. Я думаю, будет интересно, смотрите, что будет. Продолжение следует... Поэтому располагаю полной экспертизой, знаниями и пониманиями продуктов открытия и полным правом пользуюсь вам сказать, что я правда рада вас здесь сегодня видеть. Евгений Горбунов и спикер от управления, по причине персонального обслуживания, Трощенков Сергей. Это две разные фабрики, два разных продукта, но все это можно рассматривать в рамках портфельного инвестирования. И эти специалисты-эксперты сегодня смогут ответить на большое количество ваших вопросов и интересных тем. На самом деле у меня есть вопрос к вам. А с каким запросом сегодня вы пришли к нам? Давайте буквально 3-4 запроса озвучьте, что вам интересно было бы услышать. Наверняка уже в голове что-то сформировано. Какие ожидания у вас есть, потому что вы хотите сегодня для себя свою копилку знаний, может быть, принять? Можно буквально 3-4 запроса? Кто готов? Поднимайте руку. Куда идем? Куда идем? Россией, рынком, что конкретно? Рынком? Россией, все понятно. Рынком куда идем? Да, конечно. Спасибо. Еще у кого-то есть подобный же вопрос? Куда идем, рынком? Куда идем? Что творится на рынке инвестиций? Правильно понимаю? С основными бумагами или конкретно что творится? С чем? С иностранными бумагами. С иностранными бумагами, которые у вас в открытии или в принципе? Хорошо. Как повлияет объединение с Нешторгбанком на вашу деятельность? И повлияет ли вам? С ВТБ. Очень хороший вопрос. Спасибо. С ВТБ. Очень интересная схема, многих волнует. Да. Будут ли расти акции на российских компаниях? Какой уровень инвестиций? Рост? Или будут стоять на месте и будут дальше хотим? Шикарный вопрос. Благодарю вас. И вообще все остановится. И больше московской бирже затворится. Вот с ответом на этот вопрос мы сегодня попадем в точку. Вы точно его получите. Спасибо. Буквально еще один вопрос готовы послушать. Пойдем дальше. Ну, Евроклир когда разблокирует? Кто же это знает? Ну, какие-то хотя бы что-то. Ну, спасибо за то, что такой вопрос есть. Да. Да. А что вы видите? Я дал видение открытого рынка ВДО. То есть какие вы предполагаемые фокусы? Благодарю. Это очень важно. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо, друзья. Еще раз по моментам эмоциональной части. Я бы говорила, что мероприятие подлится около часа. Официальная часть около часа. В процессе выступления спикеров вы можете задавать вопросы, но по теме. Если вам что-то непонятно, у вас уже появится вопрос, непонятная фраза, непонятная... Ну, вот что-то прямо возникло, что нужно спросить. Пожалуйста, поднимайте руку, спикер ответит, но только по теме. Для чего это? Объясню. Есть эмпирически доказанная технология изучения информации, которая гласит, что если в какой-то информации вам было что-то непонятное, непонятное слово, непонятная фраза, то дальше ход всех событий вам будет неинтересен. Вы начнете зевать, вам будет скучно, просто потому, что вы не поняли какую-то простейшую фразу. Поэтому, так как нам важно, чтобы вы сегодня вышли отсюда с полным пониманием того, что вы усвоили информацию, она была для вас полезна, вы не просидели просто так час и ушли. Нам нужно, чтобы все было качественно. Задавайте вопросы, поднимайте руки. Правда, это важно. И второй вопрос, второй момент. У вас на стуле, я вижу, анкеты уже в руках у кого-то, анкеты обратной связи. Поэтому нам очень важно, чтобы вы оставили обратную связь о нашем мероприятии. Поставьте все, что нравится, напишите, все, что не нравится. Напишите темы будущих мероприятий, которые вам будут интересны. Дайте нам обратную связь. И очень важный блок, который есть на этой анкете, это рекомендации. Могу сказать вам, что ваши менеджеры будут вам безумно благодарны, если вы напишите рекомендации, контакты людей, к которым мы можем обратиться по своим услугам, людей, которых мы тоже можем пригласить на это мероприятие, на подобные форматы. Поэтому не жалейте контактов, мы всегда будем рады пообщаться и будем вам рады за это благодарны. Не буду тянуть, приглашаю первого спикера. Сегодня у нас первым выступает Трещенков Сергей. Мы поговорим о том, что вас волнует. Это на самом деле будет очень важно. Я думаю, что много информации вы подчеркнете. Сергей, прошу, 25 минут. Добрый вечер, уважаемая аудитория. Меня зовут Трещенков Сергей. Я работаю личным брокером компании «Открытие». Мы работаем с крупными клиентами, как «Открытие брокера», так и «Банк Открытие». Сегодня я бы хотел с вами для вас рассказать, наверное, не то, какие идеи видим на российском рынке, по какой компании, какой потенциал роста мы ожидаем. До конца этого года, либо в следующем году, где будут какие дивиденды. Я бы хотел сегодня попытаться рассказать вам о том, как мы в целом работаем с клиентами, какие подходы и методы используем в своей работе, какими принципами руководствуемся при принятии решения, и какие в целом сейчас доступны инструменты для клиентов в рамках «Открытие инвестиций». Потому что я думаю, что сейчас часть инструментов, которые на рынке существуют, вы можете упускать из виду или просто забыли про них. У нас подходит к концу текущий год. Он выдался довольно-таки непростым во всех смыслах этого слова. И, если честно, то начало текущего года мы тоже встречали совсем с другими мыслями и другими ожиданиями. В базовом сценарии казалось, что мы будем снимать сливки. Российские компании, российские имитенты будут снимать сливки с растущего рынка товаров. Были высокие цены на нефть, на газ в начале этого года. Компания ждала, что будут платить высокие дивиденды, но ситуация развернулась совсем другим образом. И та неопределенность, которая возникла, она существует и по сей день. И в этих условиях довольно трудно порой принимать решения, и не всегда они оказываются правильными. Тем не менее, пару слов скажу в целом о нашем рынке. Безусловно, он очень сильно скорректировался в этом году и, на первый взгляд, кажется нам дешевым. Действительно, если ситуация, например, вокруг украинского кризиса будет развиваться в стремительно положительную сторону, будет происходить эскалация, будут какие-то переговоры, на шинах может очень быстро показать, выдать очень сильный ралли. Компании могут переоцениться и на 20, и на 30, и на 50% за короткое время. Этому есть несколько факторов. Во-первых, у нас в ряде секторов экономики компания уже выходит на неплохие финансовые показатели. Тот же самый Сбербанк по чистой прибыли за октябрь этого года вышел на результаты года 21-го. Нефтяные компании чувствуют себя неплохо, хорошо себя чувствуют в Новотек. И в ряде секторов ситуация не критичная. Очень много денежных средств находится на депозитах как у физических лиц в России, так и у юридических лиц. Эта сумма на текущий момент составляет 56 триллионов рублей. И даже если в случае какой-то нормализации ситуации на рынке часть этих денег, например, 5% придет на фондовый рынок российский, эта сумма составит примерно 3 триллиона рублей. Наш рынок только из-за этого может переоцениться на 50% в моменте, потому что доля акций, которые торгуются сейчас на бирже, так называемые free float, составляет 6 триллионов рублей. Ну и существует еще много факторов, которые указывают на то, что рынок дешев. Это и мультипликаторы, если сравнить их со среднеисторическими, которые были на российском рынке, дивидендные доходности, форвардные и так далее. Но при этом, соответственно, мы видим то, что у всех без исключения, как в бизнесе, так и на фондовом рынке, так и в личной жизни. В текущих условиях сузился горизонт планирования. Наверное, трудно сейчас строить планы на несколько лет вперед. Сложно прогнозировать геополитику, как будет развиваться в том числе украинский кризис. А это влияет как на российский рынок акций, так и на глобальные рынки, в том числе на сырьевые рынки, на рынки долга. На данном слайде приведен индекс московской биржи с начала текущего года. Ну, точнее, вот этот момент, соответственно, начало специальной военной операции. Дальше мы видим то, что практически весь год рынок находится плюс-минус на одном и том же уровне. Даже если говорить точнее, мы находимся в неком снижающемся паковике, который сменяется определенными периодами роста. Какие-то события вызывают падения, например. Не выплаты дивидендов Газпромом первые события, объявленная мобилизация. Все это приводит к резким распродажам рынка. И каждый раз, когда мы находимся в этих точках, когда рынок подходит к какому-то уровню сопротивления, кажется, что вот-вот мы выйдем из этого снижающегося тренда и будет дальнейший рост. Как правило, к нему мы подходим на позитивных событиях. Это могут быть и поступления на рынок дивидендов от крупных компаний, может быть, новости о каких-то переговорах с Украиной, может быть, что-то еще. И в этих точках мы каждый раз думаем, что делать дальше. Сокращать риск по портфелю, продавать акции или, наоборот, оставаться в них, либо увеличивать свои позиции. Эти решения принимать довольно сложно, потому что много, опять же, факторов неопределенности. Но в рамках текущего года лично я в работе с клиентами пришел к такому выводу, что пока эти факторы неопределенности на рынке сохранятся, нужно несколько менять подход работы. То есть тот подход, который использовался, например, в постковидное восстановление в 2020-2021 году, когда формировался портфель из 10-15 эмитентов или, может быть, даже больше, с долгосрочным горизонтом, он не совсем эффективно себя показывает на рынке, который находится по крике, либо на котором очень высокая турбулентность. Дальше я постараюсь рассказать, как мы работаем в таких условиях. Если брать стандартный профиль нашего клиента, то все равно это даже в текущих условиях клиент, который ориентирован на российский рынок. Мы, обговаривая с клиентом формат работы, цели клиента, отношения к риску, формируем с ним портфель, так называемое ядро. На текущий момент это ядро может состоять из российских акций, это глупые фишки. Дальше я покажу компании, на которые мы смотрим в первую очередь. Также это могут быть депозитарные расписки на российские компании. Напрямую мы их покупать не можем сейчас из-за санкций, но мы активно используем в работе фьючерсы на такие компании, как Озон, Яндекс, Птенков. Так как компании не платят на текущий момент дивиденды, то по большому счету это не сильно принципиально, каким образом иметь экспозицию данного эмитента в своем портфеле. Для консультивных клиентов мы добавляем в портфель российские облигации, и сейчас ряд российских компаний выпустили замечающие облигации, в частности Газпром, по которому доходность на текущий момент составляет 8,8% в годовых долларах. При этом бумага торгуется в рублях на московской бирже, доступны покупки также через открытие. Соответственно, мы формируем ядро портфеля из данных инструментов, при этом понимаем, что 100% риска правильный российский рынок сейчас не совсем правильно, ввиду того, что может произойти любое событие, которое может скорректировать стоимость этих активов на 10, 15, 20%. Соответственно, какие компании нам нравятся даже по секторам? В банковском секторе это Сбербанк и Тинькофф. По Сбиру я уже говорил, что банк наконец-то опубликовал свою отчетность, я думаю, что все с ней уже были знакомы. В случае, если отчетность за ноябрь будет такой же, как и в октябре, участники рынка начнут закладывать то, что в целом в 2023 году Сбербанк сможет выйти на прибыль, сопоставимую с 2021 годом, и это будет означать, что банк сможет вновь платить дивиденды на уровне 25 рублей, может быть, даже выше. Соответственно, в таком случае цена акций Сбербанка будет в два раза выше текущих значений. В нефигазовом секторе нам нравятся такие компании, как Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, Татнефть. И эти компании объявили в этом году очень хорошие дивиденды. В том же самом Лукойле, Газпромнефти дивидендная доходность составляет 15% в годовых. И это причем не за целый год. Но можно держать в уме то, что большая часть этой дивидендной базы обеспечена сильным первым полугодием текущего года. Из газовой компании нам очень нравится Новотек, и это, наверное, одна из немногих компаний, которая, может быть, даже является бенефициаром текущей ситуации. Компания обещает и заявляет о том, что они справятся с реализацией всех своих проектов СБГ. У компании в качестве акционеров, партнеров есть французский Таталь, который даже не собирается, по крайней мере, на текущий момент уходить из России. Соответственно, Таталь – это партнер, который обеспечивает компанию необходимыми техническими ресурсами в реализации проектов. Ну и рынок газа европейский, который теряет «Газпром», часть этого рынка забирает себе Новотек. Похожая ситуация, есть еще у ряда других компаний, например, у «Озона», у «Позитив Технологиз». Эти компании практически никак не связаны с текущей геополитической ситуацией, работают на внутреннем рынке и активно увеличивают свою долю, свои конкурентные преимущества в России, на рынках, которые сами по себе растут. То есть это электронная коммерция, которая активно развивается, и кибербезопасность, спрос на услуги которых растет темпами по 50, по 60, по 80% в год. Этими компаниями мы, соответственно, наполняем клиентские портфели и в зависимости от того, где находится рынок. Далее расскажу про еврооблигации «Газпрома», которые были замещены и выпущены уже по российскому праву на московской бирже. Наиболее интересны, на наш взгляд, два выпуска. «Газпрома» — 34-й год с доходностью 8,8% годовых в долларах. И «Газпрома» — 27-й год с доходностью около 6%. Это, наверное, интересно более консервативным клиентам. И, соответственно, какими принципами мы руководствуемся при работе с портфелем, который состоит из российских акций. Мы стараемся совершать сделки, которые позволяют нам в периоды неопределенности, наверное, в моменты, когда рынок выглядит перекупленным, в первую очередь, если смотреть на него технически. Мы стараемся использовать инструменты, позволяющие снизить риск по портфелю. В данном случае мы используем фьючерсы на индексе московской биржи, фьючерсы на индекс РТС, которые позволяют нам получить прибыль в случае, если рынок начинает корректироваться, при этом не продавая позиции. Мы можем посмотреть совсем на другие рынки, не связанные с российским риском. Это может быть рынок валют. В осенью там были интересные ситуации, когда, например, фьючерсы на евро стоили дороже, чем сам евро. Та же самая ситуация была в юане. Очень дешево, там еще несколько недель назад стоило золото. И мы также можем этот инструмент использовать в своем портфеле, снижая риск на российский рынок. И также у нас сохранился на самом деле доступ к американскому рынку. Американский рынок доступен клиентам открытия через также фьючерсы, которые существуют на московской бирже. Эти инструменты тоже активно мы используем в работе. На данном слайде, соответственно, все эти инструменты представлены. И, например, если мы говорим о том, как может валюта балансировать клиентский портфель, позволять получать дополнительную доходность или снижать риск, здесь я привел пример ситуации, которая была у нас на рынке 14 октября текущего года. Здесь представлены, соответственно, четыре инструмента. Доллар, евро, фьючерс на доллар и фьючерс на евро. Я думаю, что все знакомы с таким инструментом, как фьючерс. Если нет, то могу, в принципе, портко объяснить, что это такое, если есть вопросы. Образовалась интересная ситуация, когда, соответственно, фьючерс, когда доллар у нас стоил 62,8 на бирже, евро стоил 62,3, а фьючерсы декабрьские торговались у нас гораздо дешевле. В евро разница была 4 рубля. То есть это была явная аномалия. Это было как раз таки, да, в тот момент, когда была объявлена мобилизация, и инвесторы боялись то, что будут введены санкции на НКЦ. Данная ситуация сохранилась даже на текущий момент. При этом в долларе ситуация выровнялась, фьючерс стоит дороже, чем сплот. А евро до сих пор стоит дешевле, фьючерс на евро стоит дешевле, чем сам евро на бирже. Такие аномалии мы можем использовать в работе, зарабатывая дополнительную доходность клиенту. Санкции на НКЦ, почему мы участвовали в этой истории, например? Мы считали то, что санкции на НКЦ, вероятность введения санкций на НКЦ, она небольшая, пока сохраняется экспорт российских углеводородов и других ресурсов в Европу. Большинство этих сделок идет через Газпромбанк, через конвертацию валюты на московской бирже, поэтому введение этих санкций просто бы обрубило бы возможность оплачивать поставки российского сырья. Мы покупали в данном случае фьючерсы на евро с клиентами, при этом не трогая российский портфель акций, и продавали его в тот момент, когда он сужался до 1-2 рублей. И это, например, этот инструмент позволил нам в октябре заработать порядка 3-4% в течение месяца на клиентскому портфелю и нивелировать просадку по российским акциям. А сейчас мы видим то, что ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Здесь я также не рассказал. Мы с клиентами в том числе работали на валютном рынке под налоговый период. То есть у нас в течение 3-4 месяцев была такая ситуация, то что в начале каждого месяца после того, как налоговый период заканчивался… Да, вопрос. Вы, наверное, рассказываете про у нас постепенно сделки с валютой с ученцами. А вот по предыдущим портфелям, по предприятиям, допустим, вам нравится на лицах книги или как бы сена приходит китайцы, их интересует эксплуатция, их интересует наш конститивный аппаратный технологик, как бы броня. Да, сейчас ГМК «Нарецкий Никель» уникальная компания, но при текущем курсе рубля она не очень интересна. Наш курс рубля, он на текущий момент стабилизировался на уровне 60, 61, может быть 62. Я как раз про это сейчас хотел сказать, то, что тот capital control, который существует в нашей экономике, ограничений на вывод валюты, они не позволяют… И обязательства продажи «Газпромом» всей своей выручки не позволяют в моменте, да, при текущем балансе экспорта и импорта в российской экономике нашей валюте начать обесцениваться. Мы даже… Раньше у нас был прогноз, то, что к концу года курс доллара будет районе 56, 65-66. Сейчас, я думаю, то, что мы даже не увидим текущее значение, и девальвация рубля постепенно будет происходить уже, наверное, в следующем году. Вот. Я рассказываю, да, сейчас чуть более про спекулятивные сделки, но покупка валюты в портфель через юань, она также имеет смысл при работе и с клиентом, но умеренно консервативным, потому что этот инструмент позволяет уйти от риска на рубль и на российский рынок. И то, что я говорил про налоговый период, да, мы с клиентами активно участвовали в этой закономерности, которая наблюдалась у нас там с начала лета по сентябрь. Первые половины месяца у нас рубль девальвировался, и начиная с 15-го числа, когда начинались огромные выплаты налогов, примерно там по 300-500 миллиардов рублей в день, курс рубля демонстрировал снижение. Вот эти сделки, да, почему я про них говорю, они позволяют нам, мы как личные брокера, имеем возможность отслеживать эти возможности на рынке и транслировать их клиенту, потому что клиент, который не погружен в рынок, он не может видеть все эти закономерности, динамику, отслеживать динамику всех инструментов и принимать решения своевременно. Да, какой у вас вопрос? Какую сумму вы занимаетесь с такими операциями, с ужеми на спредо? По спредо здесь… Мы работаем с клиентами от 15 миллионов рублей, но в целом в рамках портфеля 15 миллионов спредовую идею можно делать и на 3, и на 5 миллионов, может быть, на миллион рублей, в зависимости, опять же, от инвестиционного профиля клиента, к какому риску клиент сам готов. По сути дела, покупка-продажа спреда – это без риска, это раз? Да, покупка-продажа спреда… Ты купил, и ждешь, пока не в полном случае, в сфере, в сфере, в сфере, в сфере. Да. И вот в летом, получается, когда была большая волатильность на рынке валют, когда доллар падал с 80 на 50, вот эти спреды, они прям очень сильно разъезжались в моменте, продав, например, ближний фьючерс и купив спот, можно было зафиксировать доходность фактически без риска и 30-40%. Сейчас рынок выровнялся, и этого уже нет. Но то, что вы говорите, да, действительно, это было. И в этом году много чего было интересного на нашем рынке. Американский рынок, да? Мы в 2021 году активно работали с клиентами на американском рынке акций. И на самом деле, лично у меня процентов, наверное, 60-70 клиентов были и приходили с запросом именно инвестиции в американский рынок. Насколько вы помните, даже Санкт-Петербургская биржа в какие-то моменты обгоняла по оборотам на рынке акций московскую биржу. И после введения санкций почему-то все подумали, что, например, в открытии больше нет доступа к этому рынку. Хотя на самом деле он есть, и мы предоставляем доступ к клиентам, соответственно, к срочному рынку на московской бирже, где торгуются два инструмента на Америку. Это фьючерс на ETF SPY. SPY – это крупнейший ETF на индекс S&P на американском рынке. И фьючерс на NASDAQ. Точнее, на ETF QQQ, который включает в себя 100 крупнейших технологических американских компаний. Оба этих фьючерса, они постепенно становятся все более и более ликвидными. Фьючерс на S&P 500 уже входит практически в десятку по дневному обороту. И позволяет работать с данным инструментом клиенту даже с активами в 30-50 миллионов рублей. И такие запросы на рынке на самом деле появляются. То есть у многих инвесторов и людей, которые никогда не работали с фьючерсами, есть определенный недоверие к данному инструменту и скепсис. Многие транслируют то, что фьючерсы ведут к большому риску, хотя все зависит от того, как их использовать. И обязательно в каждом фьючерсе есть размер гарантийного обеспечения, который вам нужно, чтобы открыть позицию, и стоимость контракта. Иногда гарантийное обеспечение может быть в 10 раз меньше, чем стоимость самого контракта. Вот за счет этого возникает риск. Здесь важно просто не покупать сразу же на все, не использовать полностью свои гарантийные обеспечения, не открывать позицию с плечом 1.5-1.10. Вы можете через фьючерсы открывать позицию на тот кэш, который у вас просто есть в самом портфеле. И участвовать в американском рынке. Здесь даже есть некоторые преимущества. Например, некоторые клиенты сейчас покупают акции на самсибурской бирже, либо ищут какие-то обходные пути, может быть, через иностранных брокеров на покупку иностранных активов. В случае введения каких-то санкций, как мы уже видели, эти активы блокируются, и вы ничего не можете с ними сделать. Если вы покупаете, участвуете в американском рынке через фьючерс, у вас эта ситуация не возникает. В первую очередь, потому что этот инструмент, он расчетный. В случае, если что-то происходит, московская биржа проводит расчет между участниками рынка, между покупателями и продавцами. Произвести расчет позволяет как раз-таки то самое гарантийное обеспечение, которое биржа блокирует как у покупателя, так и у продавца. Это первое преимущество, на мой взгляд. И второе преимущество заключается в том, что очень сложно на текущем рынке выбирать отдельные эмитенты в свой портфель в Америке. Мы видим, как крупнейшие компании американской экономики, Facebook, Amazon, Google, после своих отчетов падают на 10, 15, 20%. В случае, если вы инвестируете в рынок через индекс, либо через фьючерсный индекс с грамотным подходом, у вас этой волатильности не возникает. Даже в самые плохие моменты падения рынка индекс падает процентом на 3, на 5, как правило, максимум. Но и в случае, если какая-то компания крупная читалась и показала минус 20%, то индекс скорректируется на минус 2. И это вас в некотором смысле защищает. Индекс РТС, если посмотреть на рынок российский и измерить его состояние в долларах, он скорректировался в этом году на 40%, что кажется довольно существенным падением. Американский рынок на технологический сектор NASDAQ скорректировался в долларах на 36%. То есть за счет того, что рубль сильно укрепился к валюте, американский рынок для человека из России показал такое же снижение в этом году технологический сектор, как и российский рынок. И да, мы понимаем то, что в американской экономике еще много проблем и неопределенностей. ФРС еще не закончил цикл повышения ставки. Инфляция начала пока с замедления, но она все равно существенно превышает таргет, который для себя определяет ФРС. В следующем году ожидается рецессия. И лично по моим ожиданиям рынок будет падать, наверное, американский до, может быть, лета, конца весны следующего года, и дальше мы можем долгое время быть в боковике, пока продолжается рецессия. Но на этом рынке есть также возможности для заработка. В рамках даже снижающегося рынка то же самое было в период Великой депрессии в Америке. То же самое происходит и сейчас у нас в России, в момент кризиса. Существуют так называемые bear market rally, то есть rally на медвежьем рынке, которые составляют по 10, 15, 20%. И покупая рынок в моментах перепропанности, когда, например, если смотреть технически на американский рынок на горизонте трех лет, мы подходим к нижней границе вот этого снижающегося канала, мы можем открывать длинные позиции, когда не участвовать в кратковременном, краткосрочном, может быть, среднесрочном восстановлении рынка. При нахождении рынка в случае перегретости, то, что было у нас вчера, мы можем сокращать эти позиции, либо открывать позиции на снижение рынка. Опять же, это не подходит всем клиентам, да, клиенты с консервативным, эмиссионным профилем не рекомендуется это делать, но клиенты, которые готовы активно участвовать в рынке и использовать эти возможности, данные, опять же, инструменты, которые я вам показывал, вполне для этого подходят. Извините, а еще вопрос. Да. Я как раз-таки говорил, что ядро портфеля в среднем клиентов наших составляет российский рынок на текущий момент. А американский рынок, это тот, и вот эти инструменты, они позволяют нам сформировать дополнительно оставшуюся часть портфеля, это может быть 30-40% в зависимости от клиента. Валюта у нас, как я уже говорил, она стабилизировалась на уровне 60-62, и волатильности мы в последний месяц уже не наблюдаем, вряд ли она будет появляться, пока цена на нефть находится на текущем уровне. Если говорить про фьючерсы на американский рынок и про курс валюты, фьючерсы, они торгуются на бирже и измеряются в пунктах, стоимость одного пункта как раз-таки завязана на курс валюты. Если вот у вас вопрос был про то, что будет, если рубль у нас обесценится, заработаем, как изменить фьючерс, будет также отыгрывать ослабление рубля. И, соответственно, в первую очередь, да, это инструмент, который позволяет клиенту в текущей ситуации диверсифицироваться, уйти только от российского рынка в портфеле. И также этот инструмент позволяет заработать в случае, даже если рынок будет стоять на месте американский, но будет расти курс доллара по отношению к рублю. То есть, в принципе, все то же самое, что и при инвестировании в американские акции. Единственное, вы не держите их физически в своем портфеле, а получаете просто производный инструмент на эти активы, которые невозможно заблокировать. И здесь хотел привести вот этот портфель клиента, с которым мы начали работать как раз-таки после мобилизации. активно на российском рынке, используя спредовые идеи на валютном рынке и используя фьючерсы на американский рынок. Мы покупали, соответственно, фьючерсы на S&P, на NASDAQ, на отметках 3600 долларов по S&P. И рынок, соответственно, с момента окончания, начала мобилизации российский вырос на 17%, по клиенту доходный за этот период составил 40%. Сразу же скажу, что это клиент с агрессивным сонным профилем. Но, на мой взгляд, в текущих условиях, пока экономика не вышла на какой-то уверенный долгосрочный тренд, растущий, восстановительный, нужно использовать в работе разный набор инструментов и инвестировать более тактически, я бы так сказал. Более активно, фиксируя периодически прибыль, когда рынок находит состояние перегребности, добавляя в портфель инструменты, которые могут позволить защитить ваш портфель, снизить риски в случае коррекции. Ну вот, вопрос насчет защиты портфелей в иностранных бумаг, допустим. Ситуация такая. В связи с тем, что санкции в России объявили, в моей личной, в мой портфель с данным бумагом перевели в инвестиционную палату. Вы знаете такую инвестиционную палату? Ну, конечно, знаю. Инвестиционная палата, это вы их туда перевели, и вы их туда перевели в свои биржи с открытия, в инвестиционную палату. Без вообще моего разрешения. И теперь я эти бумаги там заблокирую, но я не могу их вообще с ними работать. Вот какие тут гарантии выдают? Скажите, как вам обращаться, пожалуйста. Я Алексей Евгеньевич Пусинова. Алексей Евгеньевич Пусинова, очень приятно. Алексей Евгеньевич, личный менеджер, ответит вам на вопросы, что с бумагами в инвестиционной палате. Часть бумаг можно реализовать. Вопрос, мне кажется, не по теме их личного брокера. Мы проговорим отдельно, либо после мероприятия вы можете о них поговорить. Вы говорите, а торгуются иностранными бумагами? Это невозможно вообще, если у них есть ситуация, если у них есть деньги. Это вообще ни о чем разговор. Они не торгуются вообще иностранной ценной бумаги в России, вообще не так. Вот у вас конкретно. Речи где-то вы учатся сейчас. Здесь как раз-таки, да, то, что вы говорите, это так и есть. Вы скажите, что такое инвестиционная палата? Вы туда мои бумаги переводите без мое разрешение. Они где-то находятся в Воронеже или в Курске при каком-то представителе в Москве. Я прошу прощения, я повторю, что мы с вами отдельно обсудим этот вопрос. Вы же представители, Влад. Инвестиционная палата, это наш партнер, которым торгуются иностранные цены бумаги, к которому они сейчас находятся. Он не может торговать. Я услышал ваш вопрос, мы вернемся к этому вопросу позже. Спасибо. Так отвечайте, что вы позже. Скажите, какая ликвидность. У кого-нибудь еще есть эта самая бумаги в инвестиционной палате? У всех есть, у всех. Я попросила, да, вопросы по теме. Обратитесь к личным менеджерам и все. Обратитесь к личным менеджерам. Обратитесь к личным менеджерам. Не по теме мы обсудим позже. Ну вот они про какие-то гарантии говорят. Где ваши гарантии? Бумаги заблокируйте. Вы даете ответ. У меня там больше, чем на 100 тысяч долларов ценных бумаг куплено. И теперь это все... Меня концом не знаете теперь. С кого же их спросить? Мы же можем вопрос снять в отдельном кейсе, правильно? Байдон, билот. Да, смотрите, по ликвидности, да, фьючерс, если брать фьючерс на S&P, он более ликвидный, чем на NASDAQ, оборот дневной по нему составляет почти 2 миллиарда рублей. А на NASDAQ ликвидность чуть меньше, это около 300-400 миллионов рублей денег. А опционы используются в этих партфелях? Опционы мы используем крайне редко. В основном это при случае, если обращаются юридические лица к нам. Например, с целью закоррежировать какие-то свои поставки, например, курсы валют, либо цены на сырье. Но в работе с юридическим лицом опционы мы не используем. Можно вопрос, если вы предлагаете клиенту фьючерса, какие инструменты контроля риска вы предлагаете? То есть это инструмент, как вы можете влиять на риск? Мы можем влиять на риск, в первую очередь, размером позиции, которая открывается по портфелю. Опять же, вот если брать эти фьючерсы, они настолько же, по сути, маржинальные, как и валюта. То есть имея там 10 миллионов рублей в портфеле, вы можете открыть позицию на 100 миллионов рублей. Тогда 10% снижения рынка, если рынок на 10% пойдет не в вашу сторону, от счета ничего не останется. Но имея, например, 10 миллионов рублей в портфеле, вы можете выделить 1 миллион рублей из них под сделки с фьючерсом, например, на S&P 500 и открыть позицию, например, на 3-5 миллионов рублей. Тогда, учитывая то, что сейчас практически нет корреляций между американским рынком и российским рынком, рынком они отвязались. Если у вас в портфеле есть российские акции и американские на 10 миллионов рублей, на 9 миллионов рублей и американский рынок на 3-5, то здесь, на мой взгляд, портфель находится в сбалансированном состоянии и рисков маржин-колы либо какой-то неприятной ситуации практически не существует. Но, опять же, в случае, если что-то происходит сверх неординарное, мы каждый день находимся на работе у терминала, в том числе наши риск-менеджеры следят за клиентскими портфелями. Мы в моменте звоним клиенту, пишем и пытаемся провести регуляцию, если это необходимо. То есть управление риском – это позиция, которая открывается, плюс ежедневное ее отслеживание нами и риск-менеджерами компаний. Да, если есть еще какие-то вопросы, мы можем ответить, если нет, то можем потом ее отслеживать. Я как раз таки говорил, что изначально мы ожидали снижение курса доллара к рублю в диапазон 65-66 к концу этого года, но в текущей конфигурации это вряд ли произойдет, потому что пока ограничены потоки капитала, невозможно вводить доллар в большом объеме за границу, как физическим лицам, в основном физическим лицам. Инвесторы заморожены в российских активах, ОФЗ, в акциях, и не могут выйти, продать их и выйти с нашего рынка. Вот сами говорите, все заморожено, все правильно, все заморожено, доллары вообще не снять, 10 тысяч только на руки дают. Как сейчас вообще можно работать с иностранными акциями? Я могу вам индивидуально объяснить чуть более подробно, если есть к этому интерес. Не у всех. Ну что, вы торгуете иностранными бумагами? Нет, не торгую, у меня нет этих проблем. Ну так вот, соответственно... Эту тему вообще тогда не смысл обсуждать по торговле. Соответственно, есть текущие параметры экспорта и импорта в российской экономике, цены на сырье, и сейчас все сбалансировалось на текущем уровне. Есть даже мнение, да, то, что, например, компания, крупные экспортеры российские, им сейчас дали указания, ну и, в принципе, это официально озвучилось, потому что компании, у которых есть иностранные представители, у того же самого Лукоила, им разрешают всю экспортную выручку, там доллары, евро хранить за границей, не переводить их сюда в Россию, не конвертировать их даже в рубль с целью как-то ослабить еще сильнее, чтобы укрепился курс рубля к доллару. То есть даже те, например, налоги, которые компания уплачивает, есть мнение, что компания занимает рубли, чтобы оплачивать эти, соответственно, счета, держа валюту за границей, чтобы не давить сильно на курс рубля. А ликар не арестует так, как все остальное? Ну, если компания не подсанцует, то не арестует. Но это, опять же, стопроцентно, я не могу сказать, что так оно и есть, но такой закон был озвучен, и компания этим руководствуется. То есть в текущей конфигурации курс рубля мог быть еще более крепким. У нас Центробанк уже много чего сделал, и это точно так же может быть. Да, и какое-то ослабление курса возможно только в случае, если будет сценарий реализовываться рецессия в глобальных экономиках и падение цен на сырье, на нефть, на газ. Возможно, это произойдет уже в следующем году, и тогда курс может быть и 80-90. В случае, если нефть будет по 40-50 опять. А если по 140, а по 150? Что-то вы только в одну сторону рассматриваете? Мы смотрим в ту сторону, да, учитывая то, что рецессия, она все-таки очень вероятна в следующем году. Это в Америке. В Америке, в Китае, в Европе. В мире. Ну, во всем мире, в целом, да. А у нас такая экономика, которую нельзя отвязать. Вот, у меня тогда пока все. Спасибо, Сергей. Давайте поддержим Сергей. Спасибо.